Так, сейчас я буду вязать спинку, то же самое стоящие вот из этих двух половин, только целиковая. Насколько я помню, тут 12 сантиметров у нас, даже 13 вот здесь внизу. Можно добавить до 14, чтобы посвободнее как-то она сидела. Так, и еще нужно измерить. Так, немножко переверну. Также высоту, но здесь можно связать 11 сантиметров или 11 с половиной, потому что здесь все-таки кукла, у нее вот эти части немного отличаются вперед от спинки. Если вы на взрослого человека вяжете, естественно, у вас вперед должен быть длиннее спинки, потому что впереди есть грудь. Так, сейчас я буду вязать резинку, только уже длиной 14 сантиметров. Так, я связала резинку, здесь у меня 14 сантиметров в растянутом виде. Теперь я буду вязать спинку. Спинка это такой же объект, как и вперед, так их нужно совместить. То есть, вот по этому подобию можно вязать спинку. Здесь идет наложение за пуговиц. То есть, вот эта вот форма как бы и есть спина. То же самое здесь все делается. Так, сейчас перехожу на основу. То есть, добавляю вот здесь петлю и провязываю такие же столбики. Каждому ряду должна соответствовать одна петля или один столбик. А здесь у меня получилось 16, по-моему, рядов. То есть, вот таким образом я сейчас провязываю первый ряд. Провязала первый ряд, добавляю воздушную петлю и через переднюю и заднюю нити петли в более, так скажем, свободном уже варианте, свободнее, чем резинка, а вывязываю уже второй ряд. Здесь столбики без накида, ну то же самое, вязка абсолютно одинаковая. Также вяжу 8 сантиметров до пройма, чтобы вывязать место для рукава. То есть, делаю абсолютно все то же самое, только как бы целиком. У меня будет одна деталь спинка. Сейчас наращиваю ряды. Вы можете посчитать вот здесь количество рядов, сколько у вас получилось. У меня где-то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов. Соответственно, 8 я должна связать на спинке. Так, я связала 8 рядов на спинке. Можно прикинуть, померить с передом. То есть, видно, да, что одинаковые. Здесь хочу сказать такой момент, что пройму впереди, оно всегда больше, чем сзади, поэтому вот здесь я 3 петли не довязывала, здесь не буду довязывать 2 петли. И теперь объясню, как мне сделать убавление равномерно, чтобы с двух сторон оно было одинаковое. Итак, сейчас мне нужно развернуться, как бы пропустить вот эти 2 петли и дальше вязать следующий ряд. Опять же здесь с убавлением одной петли как бы на следующем ряду, а здесь я просто не довяжу 2 петли. Как мне это сделать? То есть, у меня сейчас я нахожусь на краю вязания. В принципе, это можно сделать просто. Можно провязать 2 петли вот таким образом, полустолбиками. Тогда оно будет низкое и вы окажетесь именно там, где вам нужно. То есть, сейчас я провязываю первую петлю, вот здесь вот нужно сделать воздушную, даже вот так третью, на ней делаем воздушную и вот таким образом дальше я буду вязать уже обычные столбики. То есть, вот здесь у меня пропущено 2 петли. Здесь я вяжу обычные столбики. И тем самым как бы на следующем ряду я не довязываю 2 петель. Так, вот я подошла, 3 петли у меня здесь. Сейчас я развернусь. И вот эти две я должна связать вместе. Вот. А здесь, соответственно, вот эти две петли я должна связать вместе. То есть, таким образом, у меня будет равномерный равномерный переход в 2 пройма на одном уровне. Ну, практически, потому что здесь все-таки полустолбики провязаны. То есть, сейчас я вяжу обычные петли. Так. Обычные столбики. Так. Два столбика. Вот эти две петли, последние. Две пропущенные. Вот эти два столбика. То есть, еще один столбик я провязываю. Провязываю. И вот этот столбик. И вот этот столбик. Сюда вот мы его. Так. Я провязываю в один. Тогда у меня убавление абсолютно одинаковое. Так. Теперь я добавляю воздушную петлю. Дальше я вяжу уже без убавления. То есть, вот этого вполне будет достаточно. Такого убавления вполне не будет достаточно для данной модели. Поскольку это кофточка для куклы. То есть, пройму я вывязала. Оровень у меня одинаковый. Здесь я уже провязываю все петли. Так. Поворачиваюсь. Также провязываю все петли. То есть, вот эта центральная часть, она у меня сохраняется до конца вязания. Теперь мне нужно вывязать только высоту. Таким образом у меня сейчас выглядит спинка. Так. Если сравнить с передом, то здесь буквально осталось довязать 5 рядов. Ну, спинка обычно как бы по длине короче, это я уже говорила. Но здесь модель для куклы, соответственно, я не буду вязать разный размер. Свяжу одинаковый как вперед, так и спинку. То есть, довязываю 5 рядов. Вязание стандартное. Соответственно, просто вяжем столбики без накида. Довязываем вот этот вот отрезок 5 рядов. Так, спинка готова. Такая форма у меня получилась. А если вы вяжете на себя или даже, в принципе, на ребенка, здесь как бы следует немножко довязать линию плеча. То есть, связать вот здесь по одному ряду. Или по два ряда. Чтобы все-таки горловина была видна. Но для куклы, в принципе, вот в данном случае не надо. Потому что, когда я соединю детальки, она вот так подвытянется, автоматически вот здесь такая ямочка образуется. То есть, здесь просто такие детали, они маленькие. Если вы будете вязать на взрослого человека, соответственно, здесь небольшое увеличение должно быть. То здесь просто довязывается один ряд, и здесь надвязывается один ряд. Либо здесь вяжется один ряд обычными столбиками, здесь полустолбиками, здесь обычный ряд. Опять обычный ряд, полустолбики. Автоматически у вас образуется такая лунка. Так, теперь по поводу размеров. То есть, вот у меня готово все. Размерчики одинаковые. То есть, соответственно, можно обрезать. Нитку я пока хвостики не убираю, потому что я их уберу, когда буду сшивать. Вернее, связывать. То есть, вот я обрезаю нить. И сейчас мы померяем. Так, это у нас спина. Приставляем. Так, вот сюда пойдет у нас спра ему одну. Сюда, соответственно, можно будет чуть-чуть пошире связать. Рукава, они будут тоже какую-то ширину давать, соответственно. И вот здесь вот так. Вот, в принципе, вот этого достаточно. Здесь пойдут рукавки, то есть, будет определенная тоже ширина. Они не будут по руке строго. Небольшая ширина. В принципе, все корректно. Если посмотреть. Вот. То есть, все как бы по размерчикам. Используя данные три детали, можно их соединить. Я думаю, вы можете даже это без меня сделать уже по готовому. То есть, в данном случае это будет уже жилетка. То есть, вполне как бы все это соединить. То есть, можно получить жилеточку такую симпотную. Детали можно сшить. То есть, вот так вот. Это лицевая сторона, да, я переворачиваю. Можно сшить. Вот в данных местах и в месте плеча. Можно связать. Я покажу второй способ, потому что сшить это... Как бы вы можете без меня сшить обычными ниточками под цвет. Так. Делаю петлю. Этот хвостик нужно будет сразу одновременно с шитьем убирать. Здесь можно связывать полустолбиками. Вот так. Можно обычными столбиками. Так, хвостик у нас, кстати, при полустолбиках не уберется. Ну, ладно, я завяжу его потом. Если бы я вязала столбик, естественно, он убрался. Просто для полустолбиков здесь будет очень толстый шов. Для столбиков, вернее. Без накида получится очень толстый шов. То есть, просто задеваете соответствующие петли. Вот здесь, как бы, петель нет. Соответственно, здесь нужно смотреть. Я делаю просто. Я одинаковые петли соединяю с одинаковыми. И когда вы сшиваете, старайтесь сделать это посвободнее, чтобы не стягивать работу. Так, теперь. Кстати, можно две. Так. Смотрим. Заодно можно посмотреть, что получается. То есть, вот, как бы, место соединения. Просто сшивается. Здесь будут просто петельки. Все таким образом будет это выглядеть. Хотите, можете шов оставить на лицевой. Сейчас это модно. Так, ну и так далее. Продолжаем аккуратненько это делать. Так. Так, у меня осталось всего несколько петелек. Так. Сейчас я уже практически закончу. Так. Вот таким образом. Две детальки у меня связаны. То есть, вы можете то же самое сделать. Чтобы не обрезать здесь нить, то есть, ее можно обрезать и оставить вот так, да. Все равно здесь, как бы, будет рукав. Можно провязать полустолбиками до места следующего соединения. То есть, вот эти две детальки нужно будет соединить. Соответственно, можно просто провязать полустолбики, чтобы нитку не обрезать. Ну, я думаю, что так даже будет лучше. На спинке аккуратненько. Полустолбиками сейчас провяжу. Ну и так далее. Так, я связала полустолбиками данное место. Чтобы подойти к месту соединения. Это у меня спинка, это вперед. Я накладываю две детали друг на дружку. Таким образом. И соединяю также полустолбиками. Хвостик вот этот пока остается. Так. Здесь немножко будет мешать хвостик. Потом мы его завяжем. Можно, в принципе, завязать сразу. Потом уже соединять. Можно убрать хвостик в процессе привязывания рукава. Так полустолбиками соединяю место плеча. То есть, вот таким образом у меня получается вот такое вот соединение. То есть, половинку я как бы присоединила. Вот изнанка, вот на лице, это будет вот так вот выглядеть. Так, далее мне нужно провязать также полустолбиками вот эти вот петельки на спинке. Здесь у меня получается три петли. И сейчас вот к данному месту я буду присоединять уже вторую часть. То есть, накладываю их таким же образом и делаю соединение. Так, аккуратненько делаю соединение. Здесь, конечно, лучше хвостики завязать перед тем, как соединять все это дело. Так, вот таким образом. То есть, сейчас у меня вот так выглядит моя кофточка. Так, и мне остается присоединить только вот эту вот часть. Вот сюда. И вот, как бы жилетка будет готова. Сейчас я сделаю то же самое. То есть, полустолбиками провяжу вторую сторону, как у вас, на спинке, как здесь, чтобы подойти вот к этому месту. То есть, сейчас я провязываю аккуратненько. Так, так. Вот таким образом. То есть, вот у меня эта часть. И с другой стороны тоже самое. Так, и теперь мне нужно соединить вот эти две детали сбоку. И также провязать полустолбиками. Аккуратненько их соединить. Так, вот здесь я плохо зацепила. Так, вот таким образом происходит соединение деталей. Здесь образуется такая косичка. Здесь тоже самое. Аккуратно соединяю. Так, осталось чуть-чуть соединить еще. Несколько петелек. Так, и последняя здесь петля. Здесь торчат хвостики, конечно. Ну, я их уберу. После того, как вот это закончу. Этот этап. Таким образом у меня, как бы, получается такая вот жилеточка для куколки. Так вот. Так, сделаем примерку. То есть, вот я одела. Получается такая жилетка. С этой стороны будут пуговки. С этой стороны у меня петельки. Так, и посмотрим сзади. То есть, вот таким образом сейчас выглядит кофточка. Единственное, что здесь можно было чуть-чуть, буквально на полсантиметра, связать пошире спинку. Так, и остается у нас только рукава. Так, сейчас я буду убирать хвостики. Итак, я закончила соединение, но не обрезала нить. То есть, нужно ее обрезать. Так, убрать ее. И вот здесь вот три хвостика. Так, сначала мы уберем хвостик соединения. Нитка делится пополам. Здесь она, как бы, делится, действительно, на две части. Протаскивается на вторую сторону, завязывается узелком. Так. Так. И вот этот хвостик убирается в вязании. Я всегда убираю все хвосты именно таким образом. То есть, просто провязываете его, протаскиваете через вязание. Аккуратненько. И через некоторое расстояние обрезаете. Так. Вот эти хвостики можно просто обрезать, потому что это хвостики от резинки. Я нитки ввязывала. То есть, их не надо убирать. Еще есть такой хвостик вот с этой стороны. То же самое. То есть, можно просто обрезать. Так. Этот хвостик, хвостик соединения, а это вот хвостик именно с самого переда. Хвостик соединения, естественно, нужно также убрать. И вот здесь вот плечевые хвостики, их нужно завязать. И убрать. То есть, чтобы хвостик от спинки, который остался. То есть, хвостики просто мы завязываем и убираем в вязание. Так, я убрала все хвостики и получаю готовую жилетку. Сейчас я буду вязать рукава для данной кофточки.